Откроем первое послание к Коринфянам, 16 главу. Сколько у меня осталось времени, мы попробуем с вами пройти ее. Это заключительные слова апостола Павла в этом послании. Он очень много разных проблем поднимал, о многих вопросах говорил, много наставлял церковь. И в конце хотелось бы сделать несколько просто акцентов к чему нас призывает в конце концов апостол Павел. Помните, 15 глава о чем говорит? О воскресении из мертвых. Апостол Павел рассказывает верующим людям не только о сущности человека, но и он говорит им о том, об этих всех тайнах, как это произойдет, когда, что будет происходить и так далее и тому подобное. Дает такие глубокие, высокие наставления. И потом, когда мы переходим в 16 главу, это как будто вы знаете, мы с небес спускаемся на землю. При всех высоких вот этих словах ожидания воскресения из мертвых и с некоторыми практическими вещами, которые мы, как верующие люди, должны делать, от них Бог нас не освободил. Знаете, у верующих людей иногда есть такое, знаете, чем-то возвышенно жить, духовность, 5-е, 10-е, но все равно нужно возвратиться на землю и делать самое простое. И первое, о чем просто Павел здесь говорит, нужно оказывать внимание к нуждающимся. Внимание к людям, которые в нужде. Прочитаем первые 9 стихов. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первые дни недели каждый из вас пусть отлагает у себя, сберегает, сколько позволят ему состоянию, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же придут, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через в Македонию, у вас же может быть поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом. А надеюсь, пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробыду до Пятидесятницы, да, Павел некоторые праздники праздновал. Ибо для меня отверстие великая, широкая дверь, и противников много. На фоне того, знаете, успеха благовестия, которое было в Ефесе, где апостол Павел, который жил и трудился какое-то время, он переживал о церкви в Коринфе. Но он не только о них переживал. Апостол Павел помнил и первую церковь, материнскую церковь, которая была где? Где была первая церковь, друзья? В Иерусалиме. Первые верующие. Первые те, которые апостолы, первые, кто уверовали в Иисуса Христа. И вы знаете, первая церковь была не Ватикан, не Константинополь, не Афон в Греции, не в Москве православная церковь. Первая церковь была в Иерусалиме. Вот и была первая церковь. И апостол Павел убежден, что язычники, которые уверовали в Иисуса Христа, от этой церкви, благодаря людям, которые приходят оттуда и понеси им Евангелие, эти люди должны были принять участие в нуждах этих верующих. Иерусалимская церковь была достаточно бедной церковью. Они пережили гонения, они пережили, знаете, серьезнейшие потрясения. И помните, даже верующие, это была самая многочисленная первая церковь, день Пятидесятницы, помните, три тысячи уверовало, а потом написано, еще пять тысяч уверовало. Это первая мега церковь была. Но когда начались гонения, эти люди, многие из них рассеялись, они уехали из Иерусалима подальше, подальше и там, где находились, благовествовали другим об Иисусе Христе. И эта церковь очень сильно обнищала и загонений, и преследований. И они были в нужде. И апостол Павел веровал, что верующие люди должны оказать любовь друг к другу. И не на словах, а на деле. Люди должны были оказать внимание нуждающимся. Я бы хотел несколько слов сказать о том, как в Слове Божьем, вот эта финансовая, материальная помощь, как ее описывает Слово Божье. И восемь разных слов, и они... Андрей, у тебя есть вообще пару? Да? Спасибо. О, отлично. Ты просто там немножко увлекся. Следующий слайд покажи нам, пожалуйста. Еще один. Да. Спасибо. Вот разные слова, которые в разных местах употребляются. Несколько слов скажу о них. Здесь употребляется слово, греческое слово, логия, которое означает особый сбор, то есть дополнительное дарение. Кроме того, что люди участвовали в поместной церкви, кроме того, что они жертвовали... Знаете, благодать Божья это всегда больше, чем ты обязан. Закон, это то, что ты должен, а благодать всегда сверху. И вот это вот даяние, вот этот подарок, который они должны были сделать верующим людям в Иерусалиме, это было дополнительное дарение. Еще одно слово апостол Павел употребляет в других посланиях. Это слово харис, да? Свободно. Свободный дар. То есть человек сам для себя решает, как он хочет поучаствовать в жизни других людей. И если вы заметили, здесь просто Павел не говорит, ну столько или столько, он говорит, сколько вам позволяет, позволяет ваше собственное расположение сердца и ваши финансы. Бог никогда не требует человека больше, чем человеческое сердце расположено. Знаете, когда мы слышим, что кто-то там, да я там холодильник продал, чтобы кого-то там обогатить, а потом он ходит и говорит, мне теперь пожарится мне темнее, потому что мне теперь нужен холодильник, нет, Бог в благодати хочет, чтобы мы в любви давали свободно, если мы участвуем в жизни какого-то человека. Еще одно слово, которое в других посланиях употребляется тоже в этом контексте помощи нуждающимся, это слово койнани. Это вообще очень серьезное слово, и оно очень часто употребляется в первом послании Иоанна. Койнани это общение, это разделение. Верующие люди должны в своем сердце воспитывать койнанию, воспитывать дух, разделить с кем-то свое благо. Так или нет? Вот, друзья, я понимаю, что большинство, дети отвлекают этого, но ребенок, извините. Подумайте на следующую мысль. Вот мы всегда, и это так обычно в миру преподносятся, что кто-то должен со мной, со мной разделить свое. Верующий человек живет по-другому. Он думает о том, с кем он свое может разделить. Он не ждет, чтобы с ним поделились, дайте мне. Он живет тем, чтобы разделить свое с кем-то. Это есть настоящая христианская забота и внимание тем, кто нуждается. Кто-то скажет, у меня ничего нет. Две руки есть, можешь еще помочь. Две ноги есть, можешь помочь. Сердце бьется. Все равно что-то разделить можно с кем-то. Это человек должен настраивать свое сердце к этому. Когда сердце настроено, тогда все остальное тоже будет настроено. Еще одно слово, слово диаконели, христианская служба, это служение. Это не просто, знаете, там подбросил кому-то. Это служение, еще одним словом такое служение описывается, это служение, это слово эология, благословение. То есть дар, который я даю, он должен принести благословение. Он должен благословить другого человека. И еще одно слово, слово литургия, добровольно, добровольно. Это слово очень часто употребляли люди, которые, знаете, они брали на себя ответственность, скажем, там что-то в городе происходило, и они брали на себя литургию, ответственность поучаствовать в чем-то, или там для армии что-то сделать и так далее и тому подобное. Мы, как верующие люди, должны понимать, что наше участие в жизни другого человека, оно должно быть добровольным, как литургия. И еще одно слово, слово милостыня, и еще одно слово, это слово жертва. Когда мы что-то делаем, когда мы хотим кому-то принести пользу, когда мы хотим кому-то что-то пожертвовать, знаете, что звучало с жертвой, когда она приносилась в храм? Она сгорала. Человек, принесший жертву, домой ничего не уносил. Я знаю, что некоторые люди, знаете, в своем превратном уме иногда думают так, я дам, чтобы Бог мне дал больше. И это неправильное мышление. Дать надо, потому что ты хочешь пожертвовать, разделить, это означает положить на алтарь и быть готовым, что он сгорит, и ты ничего не получишь на завтра. Вот это называется жертва. Давайте мы все эти слова объединим вместе, и я сделал, ну, специально так сделал, чтобы вывести общее определение из Евангелия, из Нового Завета. Когда мы хотим пожертвовать кому-то что-то, поучаствовать в чьей-то жизни, в чьей-то нужде, вот как оно должно быть. Это должно быть жертвенное, добровольное, дополнительное сверх нормы того, что ты уже делаешь. Милостивое, свободное христианское служение, разделение твоих благ с другими, которые несет благословение. Вот вам полное евангельское участие в жизни другого человека. Конечно, не надо его учить и цитировать так, когда ты хочешь кому-то помочь. Но мы в своем сердце должны так определить, что когда я оказываю внимание другому человеку, вот как оно должно быть. Я с этого ничего иметь не буду, я хочу, чтобы это было в радость, в благословение, меня не заставляют, я сделаю это добровольно, потому что я люблю Господа. И вы знаете, верующие люди, они призваны к тому, чтобы материально участвовать в жизни других людей. Кто-то думает, кто-то, знаете, думает, что я пришел в церковь, чтобы поучаствовали в моей жизни. Если будешь нуждаться и Бог кого-то расположит, может, тут и поучаствуйте, слава Богу. Но это неправильная позиция вообще. Верующий человек, верующий человек, приходя к Господу, должен иметь противоположное положение. Я прихожу к Богу, чтобы участвовать в жизни других людей. Вот к чему Господь нас призывает, друзья, это мы должны считать для себя радостью и благословением. Не можешь финансово, не участвуй в здоровье. Руками трудись. Нет интеллектуального участвования. И когда будешь иметь поучаствовать в финансовом и материальном тоже. Знаете, Павел проявлял заботу о тех, кто был у истока веры. Это очень важный момент. Павел ценил, что из Иерусалимской церкви началось распространение Евангелия. Много было бедных церквей. И знаете, одна из самых бедных церквей была в Филиппах. И Павел их, интересно, хвалил за то, что они были самые жертвенные. Вот самые бедные, но самые жертвенные. Когда люди говорят, мне ничего нету, отправьтесь в первый век, посчитайте, что там было. Вот там люди ничего не имели. Но из того, что они не имели, они могли благословить всегда. Поэтому один из принципов, надо участвовать в жизни другого человека. Еще один принцип. Если вас кто-то привел ко Христу, рассказал вам Евангелие, и этот человек в нужде, поучаствуйте в его жизни. Поучаствуйте в его жизни. Если он в нужде, и вы можете, поучаствуйте, вы поступите так, как поступили в Иерусалим Павел. Это будет большим благословением для вас, друзья. Принимайте участие в жизни тех братьев и сестер, которые в нужде. Разделите с ними тем, чем Бог вас благословляет. Первая Иоанна, третья глава. Послушайте, что пишет апостол Иоанн. Они с Павлом не советовались, но один и тот же дух свою научил их. Любовь мы познали в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать душу своей за братьев. И кто-то думает, ох, когда-то может поступить такой момент. Я и жизнь отдам свою за церковь. Посмотрите, следующий стих опускает нас на землю очень сильно. Не надо ждать всех этих моментов, когда тебе надо жизнь свою дать. Твоя жизнь никому не нужна, если твой карман только тебе прямо лежит. Ты их жизнь никогда не отдашь. Правда ведь? Это правда. И вот что дальше написано. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое? Как пребывать в том любовь Божьей? Она не может быть там другими словами. Дети мои станут любить не словом или языком, но делом и истиной. Понимаете, Бог призывает нас не стать великими теологами, с большой головой, знающими все. Но если это есть, слава Богу, посмотри на того, кто в нужде и поучаствуй в его жизни. Проявление милости. Это очень важно. Надо ли врага накормить? Да, после того, как ты накормил брата. Надо, когда ты накормил брата. А когда ты кормишь врага, твой брат голодный, то никакого благословения ты не исполняешь Слово Божие. Надо сначала брата накормить, потом врага. Про этого вспомнить и того не забыть. Благотворительная душа будет насыщена. Книга притчи, 11 глава, 25 стих. Кто напояет других, тот и сам напоен будет. Вот Божье обещание. Не надо думать, кто мне даст, кто в моей жизни поучаствует. Как бы тот разделил со мной свои материальные эти самые. Думай о том, как ты свое можешь поделить с тем, кто меньше имеет. Знаешь почему? Бог о тебе позаботится. Вход обетования Божия. Благотворительная душа будет насыщена. Ты не будешь оставлен Богом. Кто-нибудь скажите аминь. Аминь. В конечном итоге, друзья, в этом есть большая Божья благодать. Блажение не давать, чем принимать. Правда? Вот люди иногда не понимают. Господи, дай. Господи, пошли. Уволятся. Господи, не хватает. Начните молиться так. Господи, помоги мне отдать. Помоги мне пожертвовать. Помоги мне благословить кого-то. И начните это делать. И вы посмотрите. Ваша тарелка никогда не будет пустой. Будешь дать с пустой тарелкой, чтобы кто-то положил туда. Всегда будешь с пустой тарелкой. Всегда будешь духовным нищебродом. Начни молиться. Господи, из моей пустой тарелки я что-то хочу отдать. И начни отдавать. Начни участвовать. Оказывать внимание. И Бог наполнит и твою миску тоже. Второе. Бог просит, чтобы мы проявили принятие и заботу. 10 по 14 стихе. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен. Насловно бесстрашен. Ибо он делает дело Господнее, как и я. Посему никто не пренебрегает его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне. Ибо я жду его с братьями. А что-то брата Аполлоса я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел. Не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас добудет, как? Любовью. С любовью. В заботе о Калифинской церкви Павел посылает туда Тимофея и Аполлоса. Аполлос не хотел идти. И это не было грехом. Аполлос знал, какая церковь была. Вполне вероятно, их отношение к апостолу Павлу его исподвигло туда пока не идти. Там же была куча проблем. Разделение, непонимание какие-то, неуважение к Павлу. Смирились с грехом, беспорядок, то, что хочет, то и делает. Никто никого не ждет. Никакой любви к ближнему. Каждый кушает свою кашу. И так далее. Игизм и так далее. Понятно, что Аполлосу неприятно было, наверное, туда идти. Поэтому он не хотел идти туда. Есть такие люди, знаете, семьи было не хочется туда идти. Они снаружи такие все, ну, благочинные, святые, хорошо одеты. Внутри вот весь этот бардак там происходит. И даже тогда не хочется туда идти, да, когда приглашают. Но Тимофей под наставлением Павла, по повреждению Духа Святого, он туда собирался прийти. И Апостол Павел дает этой церкви конкретное наставление. Что они должны были сделать? Они не должны были им пренебрегать. Они должны были ему принять и позаботиться о нем. Вы знаете, что вот это значит слово пренебрегать? Ставить ни во что дослодно. Ставить ни во что. Уничижать. Почему такое странное наставление Бог дает? Апостолов, когда придет к вам Тимофейн, говорит, даже не думайте, ставить его ни во что. Для этого, конечно, много ума не надо. Дело в том, что христианство это одна из бродячих болезней. Ставить людей ни во что. Так, между собой. В глаза ни у кого особо смелости нет. Ну, так, между собой ставить человек. Ах, кто он такой вообще там, что вы там? Да, знаю я. Да, и тогда у людей бывает. Это, знаете, иногда ставить ни во что. Люди так плохо особо не говорят. Ну, просто одним словом другого человека опускают, унижают. Ну, незаслуженно. И это грех. И это грех. Нужно проявлять принятие и заботу. Принятие и заботу. Как правило, это люди зависимые, ропчущие, это клеветники, это те, которые, знаете, у них всегда бунт, они недовольны. Поэтому они любого, которого поставят ни во что. Эти люди знают в своем сердце, что это неправильно. Но они это культивируют и воспитывают. Вместо принятия, вместо проявления заботы. А когда человек для тебя никто, то как ты проявишь к нему принятие и заботу? И как? Ну, он же... Кто он такой? Марик Хрисвитов тут заделался. Большой, великий проповедник. Видели мы такие, как Тимофей. Другой придет. Один пример приведу. Один пример. Пример из Ветхого Завета. Пример сестры Милхолы. Она не сестра, но... Милхола – жена Давида. Давид устраивает огромнейший праздник. События жизни. Для всего народа. Для Давида. Для всей его семьи. Все на празднике. Кроме его Милхолы. Они переносят ковчег Завета. Это не день рождения, друзья. И это не что-то другое. Они просто переносят ковчег Завета с одного места в другое. И Давида это так радует. Он устраивает огромнейший праздник для всей нации. И он сам идет впереди. У него так много радости. Он под музыку танцует, пряшет. Ну, радостное событие. Он так себя не вел ни при рождении ни одного ребенка, ни при каком-то другом событии. Бог и слава Божия восторгает его, наполняет сердце его. И вот написано в 2-й книге 16 глава, 16 стиха. Когда входил ковчег Господин в город Давидов, Милхола, дочь Саула, она не была на празднике. Она не с церковью Божьей. Она дома сидит, смотрит сериалы. Про то, какая должна была быть ее жизнь. Вспоминает, какой там папа был и так далее. Она смотрела в окно и увидев царя Давида, скачущего и прячущего перед Богом, что сделала? Уничижила его в сердце своем. Я, интересно, я пошел в Ветхий Завет и открыл, все знают, Ветхий Завет был написан на еврейском, новый на греческом. Но в свое время евреи перевели Ветхий Завет на греческий, потому что времена менялись. И вот там стоит то же самое слово «уничижить», «поставить не во что». То же слово, которое здесь апостол Павел употребляет, чтобы они ни в коем случае это не сделали по отношению к Тимофею. Она его уничижила где? В своем сердце. Она посмотрела и сказала. Ну, дурачок, Ляша. Она молчала. Святая была, сидящая дома, не участвующая ни в чем. Но в своем сердце она сказала. Безумец мой муж, что же он там делает? Что он там корчится? Она не проявила никакого почтения. Подумайте, это был ее муж. Это был человек, который имел историю великого полководца. Это был человек, праведник Божий. На которого потом будет равняться вся история Израиля, все страны и цари. Ходили путем этого праведника? Не ходили, не праведник. Это был человек, псалмопевец, который написал массу музыки и псалмов, которые дошли до наших дней великих псалмов. Это был пророк Божий. В конце концов, это был царь, который имел всю власть. Человек, которому прицепиться нельзя было. И она в своем сердце его унижает. Это тоже мне тут нашелся. Понимаете, да? Когда Довид возвратился, чтобы благословить дом свой, посмотрите, какие у человека намерения благословить. Милхола, дочь Саула, вышла ему навстречу. О, жена встречает, молодец. Приветствую и сказала, как отличился сегодня царь Израилев. Обнажившись сегодня перед глазами. Он не был голой, это она так. Понимаете, как она уже это преподнесла. Обнажился сегодня перед глазами рабы и рабов своих. Как обнажается какой-нибудь кто? Пустой человек, какой-то глупец, дурак какой-то. Извините за то слово. Она его реально просто поставила, сравняла с землей. Милхола, что ты делаешь? Зачем? Что доброго в этом? Что ты хочешь сейчас добиться? Не было причины. А Довид сказал на ухоле. Перед Господом плясать буду и благословен Господь, Который предпочел меня от суд твоему. И всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля. Перед Господом игра и присоединяй. И еще больше уничижусь. И сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. И перед служанками, которые ты говоришь, я буду с вами. Не потому, что он о себе высокого мнения был. Потому что его жизнь была перед Богом, не перед людьми. И посмотрите, заключение, 25 стих. Умил холой, дочери с уголой. Не было людей до дня ее смерти. Она не получила Божьего благословения, утешения для себя до конца своей жизни. Она выбрала, она сделала свой выбор. Опустить человека, который это не заслуживал. Посчитать его за ничто. А подумаешь, как он там. Сначала его в сердце унизило. А потом это то, что было в сердце, что от избытка сердца. Видно, это наполняло уже не первый день. И оно уже дошло до губ и не могло остановиться. От избытка сердца благословляют или проклинают устало. Знаете, Бог не заставил долго себя ждать. Раз ты так говоришь о моем человеке, о моем рабе. Если ты его так опустила, я тоже по отношению к тебе что-то сделаю. Мы не знаем, как это произошло. Возможно, она стала бесплодной. А вы знаете, возможно, после этих слов Давид больше и не ночевал никогда в мире. Были другие жены. История в том, что когда-то она была его женой. И когда он бежал, совладал ее замуж за другого человека. И потом вернул ее Давид. Любил, наверное. Хотел как-то, знаете, благо ей сделать, добро. Но она этого не поняла ничего. Вы знаете, нам нужно правильно относиться. Друг ко другу бывает такое, что не успел какой-то там человек с большим именем узнать Иисуса Христа. И уже там о нем трубят. Он уже самый лучший. Но есть те, которые моют нам ноги годами. И мы их ставим вообще ни во что. Люди, которые участвуют в нашей жизни. Которые, возможно, просто молятся за нас. И мы их ставим не во что. И мы не имеем права это делать. Мы должны принимать позицию в нашем сердце принятия и заботы. Радуемся успехам миллионеров, которые кому-то, знаете, там подкидывают какой-то подарочек, чтобы себя пробиялись, чтобы себя сделать еще там более сладным в этом мире. А те, кто служит нам, тех мы ставим его что. Это неправильная оценка. Должна произойти переоценка. Дети Божьи, детей Божьих не должны уничижать никогда. Бог нам не позволяет это делать, друзья. Я же не говорю, что если это ваши служители. Произошла переоценка. Нам нужно вернуться к тому, к чему наставляет нас Евангелие. Друзья, нужно трудиться Евангелием. Разделить этот труд. Вот люди иногда это делают, знаете почему? Потому что они дома сидят. Они не на празднике с Давидом. Они не разделяют праздники Евангелия. Их жизнь, это их собственная жизнь. Если бы ты привел под этого человека Господа, ты бы, знаешь, как держался за другого, который то же самое сделал. Очень крепко. Ты бы никогда не уничижал труд благовестника или кого-то еще другого. Даже если нам что-то не нравится, не устраивает нас в другом человеке, это не дает нам права становиться милхолой. Это я. Не дает нам права. Посмотрите, написано, бодрствуйте. Потому что есть искушение. Мы же постепенно узнаем наклонности грехов на друг друга. Всегда, знаете, есть искушение обратить внимание именно на это и сказать о человеке. Не очень хорошо. Бодрствуйте. Стойте в вере. Будьте мужественны. Тверды, говорит Слово Божие. Все у вас добудет как? С любовью. С любовью. С любовью. С любовью, да. Третье, последнее. Почтение. Почтение. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефаново. Это те, которых апостол Павел крестил. Его и его семью. Когда те уверовали. Что они из начаток Ахаи. И что они посвятили себя на служение святым. Это люди, которые полностью отдались на служение. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана Фортуната и Хайка. Они восполнили для меня ваше отсутствие. Ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Знаете, вместо унижения и критики за спиной или каких-то там слов в глазах Бог говорит, прояви почтение. Прояви почтение к тем, кто трудится в Евангелии. Прояви почтение к тем, кто находится на служении Господу. Я не часто на эти темы говорю, очень редко. Но Слово Божие в этом учат. Вы знаете, когда мы не почитаем, мы обязательно будем уничижать. Есть хорошая альтернатива проявлять почтение. Проявлять почтение. У нас вообще в обществе это сложно с почтением. Заметили, да? Люди не почитают ни взрослых, ни старших, ни закон государства, ни какие-то правила, ни какие-то устойные. Ты знаешь, стоишь в очереди и понимаешь, что другие даже не почитают почты. Если лезут куда-то там, пропустите, я самое важное, самое главное. Дети не почитают родителей. У людей нет почтения к Слову Божьему. Нет уважения. И довольно часто нет уважения и к служителям. Бог нас всех призвал к служению. Это правда. Кого-то призвал на полное время. И есть такие люди, и слава Богу, друзья. Нам необходимо проверять наше отношение к людям. В общем, исполняем ли мы Слово Божье, если мы поверили в Него по-настоящему. Человек, который настроил свое сердце на то, чтобы почитать другого, он знает, что уже себе сделал? Прививку. Антидот. Против того, чтобы его уничижать как-то или ставить ни в что. Мне иногда приходится сталкиваться с такими ситуациями. Знаете, когда человек, отвечая на простой вопрос, ставит тебя ни в что, грустно становится. Не за то, что там обидно за себя. Грустно, что у этого человека нет правильного расположения сердца. Или он что-то говорит, но говорит так, чтобы показать, что, слушай, ну ты глупая, я все знаю. Я лучше тебя все знаю. Плодов никаких, но он все знает. Он умный, но там где-то, может, учился еще. И сердце кровью обливается. Понимаешь, что неправильное расположение духа у этого человека. Нам надо научиться почтению, друзья. Мы редко говорим на эту тему. Но Слово Божье учит этому. Вот на стих сегодняшний, евреям 13-17. Повинуйтесь наставникам ваших и будьте покорны. Это слово покорны называется уступчивы. Будьте уступчивы. Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Кто из вас готов взять на себя такую ответственность? Дать отчет за всю церковь. Вот тут сидят несколько человек. Брат Юрый, Ирия Савич. Они знают, что это такое. Что когда пристанешь пред Богом, рядовой просто скажет за себя. А нам придется за всю церковь отвечать. Чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо для вас это не полезно. Приведу короткий пример. Вот это слово быть покорным, быть уступчивым. Я вообще не люблю закон, честно. Я не люблю людям говорить, тебе приказывают так, и чтобы ты по-другому не думал. Я когда людям что-то советую, я говорю, я настойчиво советую. Люди, когда они прислушиваются к настойчиво советую. Вы знаете, несколько таких случаев было всегда заканчивалось плохо. У нас вот был один парень, который прошел реабилитацию. Да я поеду туда, слушай, брат, я тебе настойчиво советую не едь никуда. В аэропорту же сразу его повязали, и он сел в КПЗ на 3 месяца. После чего его депортировали в Украину. Вы все знаете, знаете о ком речь, я не буду называть его имя. Звонит, ой, что же делать, вот-вот. Окей, иду я к нему туда, его должны завтра уже вывезти за границу. Территорию Молдовы, он не гражданин Молдовы, я ему говорю, я тебе настойчиво советую. Вот куда тебе надо поехать, потому что я договорился, там тебя ждут, дадут тебе ночлег, тарелку каши, дадут работу, все будет нормально. Через три дня звонок. 500 километров от этого места. С другого места пишет, вот я уже в Одессе. Какой Одессе? Ну ты что? Собираюсь ехать туда, куда первоначально. Проходит три месяца, опять звонок. Что же я тебя, Витя, не послушал? Никто никому не приказывает, но когда вам пастор настойчиво советует, друзья, это не от того, что нам плохо спится. Это ради блага вашей души. Что лучше будет для вашего духа, для вашего сердца. Прислушивайтесь. Никому плохого не посоветуй. Так Слово Божие учит. Будьте по горду, уступайте дословно. Уступать, знаете, сложно уступать. Иногда надо чуть-чуть вот уступить для того, чтобы увидеть Божию благость. Увидеть то, что Господь хочет тебе сделать. Будь уступчивым. Потому что о вас бегутся, о душах ваших. Вы знаете, вчера у нас был хороший братский завтрак. Мы немножко задерживаемся, вы извините, это последняя иллюстрация. Хороший братский завтрак, и мы говорили о жизни Санцона. Так много Бог откровений давал нам вчера. И одна из вещей, которую Санцон не сделал. Послушайте, он был евреем, пошел к филистинлянам, к врагам. Увидел девушку и... Мама, папа, увидел красавицу, жениться хочу. Мама с папой говорят, мы тебе настойчиво советуем найти среди евреев. Потому что закон Божий не позволяет евреям жениться на язычницах. Тут есть хорошие девочки. Нет, люблю, все, хочу. Я сильный, все, спокойно и так далее. Льва порвал, такой довольный, все у него классно. Родители не препятствовали, даже свадьбу сыграли ему. Правда, к концу свадьбы эта прекрасная девочка вышла замуж за его, там, за другого вообще человека. Самцон ушел до ниток обобранный. Без жены, без денег, в позоре. Ему настойчиво советовали. Никто не одел наручники и сказал, мы отрекаемся как сына. Мама с папой авторитет, который был над ним, сказали, Самсон, Господь говорит по-другому. Не хочу. Все равно поеду в Москву на заработки. Все равно хочу. Да не надо, ты что? Ну, хочешь, хорошо. Никуда не... По концовке Самсон все так в свою жизнь прошел. Друзья, Слово Божие всегда незыблемо и оно всегда право. В Библии нет ошибок. Все наставления Божьи исполнятся. Есть и позитивные примеры. Один из них, когда молодой человек, один хотел спросить, что бы ему настойчиво, и пастор наставил, чтобы он закончил учебу. Закончил, сегодня работает по профессии, содержит семью, служит Господу. Слава ему. Есть хорошие примеры, когда люди прислушиваются. Надо учиться этому. И Бог благословит, аминь. Есть польза нашим душам, и надо научиться ее извлекать, а не наставить на своем. Мы иногда, знаете, в тумане. Думаем, что мы все знаем, сможем, сумеем и так далее. На самом деле, кто-то, кто уже прошел какой-то путь и лучше нас знает, духовно более зрелый, видит, что там канавы, туда идти не надо. Родители, учите своих детей почитать. Родителей. Если вы их этому не научите, вы их ничему не научите. Если ваш ребенок вас не почитает, будьте уверены, что ваш ребенок не будет почитать ни учителей, ни государственные службы, ни в браке, ни жену, ни мужа. И это будет еще одна трагедия. Добивайте своих детей, чтобы они научились почтению. Такое небольшое применение. Это Злов Божьего благословения. Я прочитаю конец этой главы, и мы с вами помолимся. Потому что завершение этого послания, это приветствие. Приветствуют вас в Церкви Осийской. Кто в гостях, кстати, будете дома, передайте привет от Церкви. Хорошо? Пусть Бог благословит вас. Вы тоже передаете, да? Хорошо, благодарим вас. Приветствуют вас, сердца в Господе, Акила и Прескила с домашней церковью. Помните, кто были Акила и Прескила? Кто был муж, кто была жена, потом выясните. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга с святым целованием. Если это культурно приемлемо. Моё Павлова приветствует, собственно, ручно, кто не любит Господа Иисуса? Анафема. Да будет такой человек, проплит от лучшей церкви. Маранафа. Господь Григорий Диод. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Давайте помолимся. Отец, небесный, благодарим за это служение сегодня, когда мы являемся свидетелями твоих чудных тел. То, как ты находишь людей в этом мире, и каждого из нас, Господь, ты нашел по словам. Чтобы мы сегодня освидетельствовали твоей виллости. Ты даешь нам наставление из твоего слова. При умножении знаний у нас есть искушение стать людьми обменными. Поэтому, Господь, ты нас приземляешь. Ты приземляешь нас до этой земли и учишь нас простым вещам. Чтобы мы оказывали внимание тем, кто в нужде. Из того, чем мы можем. С радостью, с любовью, жертвенно. Не ожидая ничего взамен. По благодати. Так как ты, Господь, любишь нас. Ты учишь нас, Господи, чтобы мы ни в коем случае никого не уничижали. Чтобы проиграли почтение, принятие, заботу. Ты, Господь, в свою очередь обещаешь нам твою благодать. Мы, Господь, хотим стоять в этой благодати, жить ею, и этой благодать делиться с другими. Благослови, Господь, всю твою церковь. Благослови, Господь, всех твоих детей в нашем городе и в нашей стране. И пусть, Господь, твоя милость она нас сопровождает. Во имя Иисуса Христа мы молились. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Приветствуйте друг друга. Пусть Бог вас благословит, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...